За ситуацией в Украине следит вся Россия. Сначала жители страны переживали за последствия общественных волнений, потом за сотрудников Беркута, которых признали виновными в беспорядках в Киеве. Сейчас все затаили дыхание перед референдумом жителей Крыма. Многие украинцы попросили приюта в России. Этот вопрос уже решают в большинстве регионов страны. Власти официально обещали приютить беженцев и переселенцев, обеспечить работы изгнанных из Украины сотрудников Беркута. Ивановская область пока отстает, рассказывает русский украинец Игорь Мокшин. Вопросы предоставления политического и социального убежища у нас не решены. Ко мне лично обращались мои товарищи, которые там остались, с просьбой проработать вопрос. Здесь, в Иваново, есть ли такая возможность в случае обращения с той стороны, чтобы мы здесь проблемы вот эти порешали, простых людей. Петр Блыщик – председатель организации украинской культуры МРИЯ, что в переводе «Мечта». Его МРИЯ сейчас мир в Украине. Именно Петр инициировал встречи с властями. Именно он призывает горожан выйти на митинг поддержки. По мнению Петра Блыщика, в Иванове добрая половина горожан имеет украинские корни. Гуманитарной катастрофы на Украине нет. Базы Ивановской области для этого готовятся. Митинг – это просто как бы мы и так знаем, мы проводим работу, мы и так знаем, что население Ивановской области, они все за то, чтобы помогать братскому народу Украины, если вот так, да, потому что люди, они понимают, помогая Украине, мы помогаем сами себе. В ситуации с Украиной для руководителя МРИЯ все предельно ясно. Американцы спонсируют революцию, чтобы подобраться ближе к границам России. Петр Васильевич считает, что точка невозврата пройдена, и вскоре граждане Украины будут еще активнее перебираться в нашу страну. По его данным, границу с начала конфликта уже пересекли 670 тысяч граждан, 143 тысячи – в статусе беженцев. Что мы ждем от митинга? Ну, просто сочувствие друг к другу, наверное, я знаю, солидарности друг к другу. И просто, может быть, убедиться, что все люди как один, потому что это беда. К сожалению, мы славяне, и нас славян ничего так не сплачивает, как беда. Уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Ковалева за ситуацией в братской Украине следит пристально и очень переживает за местное население. По мнению Натальи Львовны, Иванова пусть и не самый близкий к границе регион, но зато один из самых гостеприимных. Со своей стороны она сделает все возможное, чтобы помочь переселенцам. Квартиру сразу – это очень сложно, потому что у нас очередь очень большая, и решаем вопрос. А временное жилье здесь, конечно, а потом постепенно. Так же не может быть, что сразу же все. Но помочь жильем, конечно, возможно. Работы тоже возможно посмотреть. Если это беркутцы приезжают, сами понимаете, профессионалы, здесь тоже вопросы будут решаться. Депутаты и чиновники после встречи с представителями диаспор организовали рабочую группу по украинскому вопросу. Был открыт счет для перечисления денежных средств в помощь Крыму, в частности, тем людям, которые там... У нас 32 человека с города Иваново служат, 7 человек служат по контракту, и 25 срочники, морячки. Ну, поддержать вроде как бы их. Человек с активной гражданской позиции, индивидуальный предприниматель Игорь Мокшин, готов уволенных сотрудников беркута принять к себе на работу. По мнению мужчины, каждый горожанин при желании может оказать посильную помощь. Моя личная проблема, я хочу спокойно приезжать на могилы своих родителей, спокойно, без всяких препятствий, с друзьями встречаться, вот, и спокойно оттуда уезжать, и зная о том, что там мир, согласие, добро и счастье для всех людей. 14 марта в 17.00 на площади Пушкина состоится всеобщий митинг в поддержку народу Украины. Своё участие подтвердили все политические партии и десятки общественных организаций. Заявленное число митингующих – 4 тысячи человек. Никогда еще горожане не были так едины, рассказывают организаторы.